Погода замечательная Я уже сегодня кое-что снял, завтра что-то сниму, чтобы собрать такой нормальный видос Надеюсь завтра тоже на своем буду троллейбусе Потому что когда мне вчера звонила диспетчер, я сразу знал 1-го, на каком троллейбусе я поеду Она говорит на своем, я говорю, ну отлично поеду А то соскучился уже по своему Просто по сути я должен был сегодня, завтра с пол первого быть в резерве Ну как в резерве, заранее в резерве, вторую смену Если человек не заходил, ну там нужен был ему, попросил выходные Если бы это было вторую смену, меня даже там и не спрашивают Больше не хочешь Просто бы позвонили, ну может быть спросили бы вообще-то, не хватает Ну то есть без проблем будет На любой троллейбусе, любой маршрут, любой город А так как первая смена меня будет за спросением Ну скажу, не нравится мне первая смена, потому что я вот спал сегодня очень плохо Я боялся проспать Ученик мне ни разу не подводил Ну не нравится мне первая смена, тем более такие ранние Я пол четвертого уже встал Теперь я из дома вышел, в начале пятого Еще пришлось и гольки менять Она будет мне написать в журнале, что за фигня, и утром должно гольки менять Я не один, там большое количество в парке начали менять гольки Потому что не поменяли Ладно, одно дело, ты на своей машине приезжаешь в парк Зато ты приезжаешь на дежурки, и у тебя времени не хватает А тут все искрило утром сегодня Такой и не конкретный был Еще напарник мою гольки не использовал в троллейбусе А новый не положил Вообще не понял В чем проблема Взял два, пошел в диспетчерскую Взял еще два В чем проблема Вообще не понял Я начал, у меня времени нету Начинаю менять Хочу поменять, а угольков там нету в кабине Лежать опять в диспетчерскую Все время хорошо Коллега тоже меняла Но она вообще не могла сама поменять Троллейбус неудобно стоял Неудачно И поэтому Ей менял там Механики В парке Он сказал, получится, но ты уже достал Ему давали работу, чтобы он поменял все угольки Но вместо этого офиг знает, что делать Ага Это не лето, когда Офиг Когда Уткам заморозки Гольки нам пристираются Они должны быть на выезд из парка новые Одно дело, говорю, когда ты приезжаешь Времени куча В любом случае, когда времени нет Заниматься этой жизнью Это не трудно поменять Это там Пять минут По нормативу Так сказать Кто-то может сказать У нас мы сами меняем Нет, у нас просто нет правил Утром горьки должны быть поменены Мы должны менять Утром горьки должны быть поменены На линии, да В процессе работы Но утром Мы должны просто проверить Необходимо всегда поменять Ну, ну, извините меня Бывает ситуация, что где-то время это сделать Если ты начинаешь заменять, то, считай, ты задерживаешься в парке Поэтому очень недовольный Я недоволен больше не того, что они угольки не поменяли У меня там было время А то, что мне сменчик не оставил угольков в кабине Не то, что сменчик, а тот, кто Я еще посмотрю, кто там работал на моем заведуце В выходные дни Какая-то царапина на борту Так, сейчас посмотрю, что вы там пишете Может, что-то увижу Да Из-за учебы Не знаю, вчера мне Представили информацию, что С первого числа И с какого там Или с седьмого Или с девятого Возобновляется занятие по вождению В автошколах Или просто занятие в автошколах Или просто занятие в автошколах Ой, как жадно Вот он был такой Не мороз был, а какое-то объединение было чуть-чуть Но асфальт сегодня подготовили хорошо Утром ездили, тут машины Посыпали всюду всю дню На остановках Видимо, слишком много аварий было За то, что две известные Общественно-транспортные лиги Там, где маршрутка перевернулась И 22-ое Но, правда, еще Вчера, по-моему, был бы На 70 Там вообще не понятно Фотография Машина с правой стороны Припаркованная На рейбус Перед кольцом А между ними Почему-то стоит машина На встречном направлении Вообще не понятно Как это может быть бы Что там случилось Не понятно Что там произошло Информации пока нет Вместо На рейбус Тур com Рыбус На рейбус На рейбус И на рейбус Тур Вместо Тур Вместо На рейбус В смысле не заметил машину? Как он не заметил, она стояла на встречке? Я даже понять не могу, он не заметил машину, и что он ее так повернул, что она стала на встречке? Ну, непонятно, меня пущутся во штанги, ребята, поверьте мне, мало кто был в стрессовых ситуациях и не знаете, что это такое. Стрессовые ситуации никто не знает, как он себя будет вести, поверьте мне. У меня специальные тренинги проводятся, когда я ходил в море у нас еженедельные тренинги были, стрессовые. Когда ты идешь, например, среди пассажиров, какой-то пассажир начинает тебя вести, как сумасшедший. все пассажиры так же начинают себя вести, это первый стресс. Поэтому одно дело надо опустить, а другое – это стресс. стресс. Потому что вот это ответ – стресс. Кстати, когда я был в море, у нас было такое правило, ну, как не правило, это закон моря был, в принципе, закон жизни. Как вы думаете, когда судно тонет, и экипаж спасается на плату или на шутке кто, становится главным на плату и на кслюбке? Вот простой вопрос. Ответнемся просто, ответьте, пожалуйста, ваше мнение. Что главное в спасательном средстве? ПОДПИСЬ-АПЛОДОЧИТОННИЕ. ВИДЕРВАЯ МУЗЫКА ВИДЕРВАЯ МУЗЫКА ВИДЕРВАЯ МУЗЫКА ВИДЕРВАЯ МУЗЫКА Нет, я не говорю, что ты там неправда, что не заметил, ехал, все может быть, просто там, и вот тогда, может быть, троллейбусник не увидел, что я развернула, и она словно сломала этот момент. Ну, просто так, троллейбус, встречную машину, не заметил, и прижал ее правым бортом, ну, странно, что-то, что вы думаете, кто будет лидером, главным на спасательном средстве, вот просто не умничьте, просто ответьте. Ну, это, да, про спасание я уже говорил, я вам просто задал вопрос, про спасательное средство на судно, когда судно тонет, все спасается на шлюпке, скажем, или на плоту. Кто главный облакой будет? Наверное, вы не знаете, не догадываетесь даже. Надо, не буду вас мучить, потому что вряд ли вы ответите правильно на этот вопрос. Могу сказать, что есть по расписанию, типа, командир шлюпки, командир плота, но это не факт, что он будет главным. А главным будет тот, кто владеет ситуацией, на кого меньше повлиял стресс, кто может дать в морду тому, кто паникует, кто может успокоить всех, кто ведет себя адекватно. То есть, любое. От уборщика до капитана. Потому что стресс это такая штука, я видел, как стрессуют люди при тревоге, при шторме. Просто стоит и ничего не понимает, куда идти, зачем идти. Бежал, стоять. И пока его либо пощечу не дашь, вам вообще непонятно. У нас какие-то ноги были. Просили пассажира какого-нибудь видуриручка. И вот... Люди вроде на пассажирском это было. Люди отдыхают на пароме, все в порядке. И вдруг человек падает, как будто начинает истелить. Зарон начинает истелить. А никто не знает об этом. И пассажиры, что это, розыгрыш. И члены экипажа. Вот такие вот были вещи. Ты не знаешь, это шутка или реально. Но это настоящая. Начинают стульями бросаться. И вот определяли, кто как себя ведет. Кто может быть лидером. Поэтому, особенно если первый раз с человеком случилась такая ситуация. То не факт, что он поступит так, как написано в обязанности. Аматуапракса. Так, ну ты либо едешь, ну давай быстрее. То влево, то вправо его носит. Аматуапракса, типа описание обязанностей. Должностные. По-нашему. Если на русский перевести. Там написано как действовать. Но, проверьте мне, если упринять все то, что написано. Пока ты сам не столкнешься с этой ситуацией, хотя бы один раз. Вот второй раз ты уже будешь действовать так, как надо. Но первый раз сомневаемся. Это правда жизнь. Это правда жизнь. Погода с ней замечательная. Погода с ней замечательная. Вендровер. Типа меня пропустил. Я начинаю дальше проезжать, уже в свою полосу полностью в ходе. Он начинает двигаться. Что он хочет, не понятно. Ну сколько сейчас человек пришло с анонсом? О, что он хочет. Привет, привет, Артур. Типа, куда ходит. Рига садок, смотри. Автостоянки контролирует. Вот такие у нас в Риге. Проверяю, кто машину поставил правильно, кто не поставил Ну, типа на стоянке, да, на стоянке не зарегистрировал, получишь штраф А то и башмарк, если ты не первый раз Башмарк так просто не снять Ну, смотрите, как быстренько, уже это зерно Уже, считайте, приехали Одиннадцатый Толик, что ли, поехали? Непонятно Бабушка, вот туда, что стережка-то, ползешь, нарушая правила, все Йопарес Этера, какие бабули у нас, смелые Пока мы их учим, нет бабушки, извините, не надо переходить дорогу там, где не надо По-другому не научишься Она там где-то, я уже отъезжаю, она как будто там пытается войти Вой троллейник Есть правила, где переходить вовремя Если все водители будут делать так, то не будут пилиться, понимаешь, что сигнал не будет Не буду там ждать, тем более там еще один троллейбус подъехал И машине едут, странные-странные бабушки, себя не жалеют А, ну и всем, ну хорошо Да ладно, там пешеходы были, знаешь, как бы А то там бабуля, она с сумкой, и ей не ползет через дорогу И ей кофиг, что там машины едут Вообще, она их даже не замечает, что машины едут Что мы же приучены Поедет какой-то придурок, который мы вообще видим В телефоне сидим Не важно, женщина или мужчина Просто сидит в телефоне, и все И все, бабуля В больнице, в лучшем случае Я вот стараюсь реально, там человек позволяет не брать Крыгут там, где-то через забор, несутся через машинку Какие-то удобные Ждать это, то есть нет, если он вовремя, все в порядке, успел Какие проблемы, но если мне специально ждать, то я не буду Так, все дунули, сколько у нас можно ехать? 26 секунд Дал 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 Я в конце не понимаю, зачем здесь домик повесили до 13 Вот это реально Что, 13 до сюда Делать так, что 13 идет сюда без Без проводов Забывай все это спросить у коллег Да, ребята, кто это у нас тут есть? Вот здесь что, без проводов идет? До До Вот этой остановки бесшел уже Тоже какая-то странная остановка Одна только Могли бы сделать, чтобы и двоосторожности подваливались Как-то странно Далеко идти оттуда Я, в одну сторону остановки, и вторая Надзырного ремонт А при чём тут зерно? Не понял я Надзырного ремонта А А где там, надзырного именно ремонта? Я вот еду и не вижу. Где там ремонт? Под мостом? Хорошо, ремонт надзывнул. А что, 13 идёт на дизеле там? Кстати, у меня сегодня 8 клубов. Это у нас пятый клуб. Я помню, был ремонт на Пушкина. На Пушкина, по-моему. Что мы сюда заезли? Блин! Какая большая машина! Просто жесть! О, шили автобус. Ну, правильно, зато в телефоне посиделись. Испугалась. Да, это я не пить не знаю. Да я знаю, что есть перегон на зырную. Я просто не вижу, в каком месте на зырную ремонте. Там, где 13 идёт, или вообще в конце зырного переговоря. Надо будет обратить внимание. Поэтому и спрашиваю. Сколько я вижу? Я не вижу там, где ремонт. А там не Пушкин, только гимнастика. Гимнастика. Карстан. Карстан, гимнастика. Установка ещё там. Вот на ней был, там, рыли, напротив университета. Академии наук. Это было. Когда-то мы и 12, и 3 шли, на кольцо уже заходили на дизель. Спасибо. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Один раз передо мной шел, 16-й уже в паре, девчонки штанги у лица. И мне навстречу шел... Я даже не понял, какой там... 22-й. Да, 22-й. Потому что... Он брал... Без тока. Вот здесь я сдавал... Сейчас на корону... Говорят, сегодня бури магнитные на Земле начались. Так что, может быть, связь плохая. По рейсам... Это у меня 12-й рейс. А всего рейсов 18. Потому что... Почему рейсов 18? Потому что... Почему рейсов 18? Потому что... 3-й, 4-й. 6-й. 7-й, 8-й. 5-й, 10-й. Подождите. Какой же сейчас? Вот, вот... Дальше. Да... В 11-й... Нет, в 12-й рейс. В центре четный. Вот, Инета едет. Она даже не подозревает, что ее снимают 1,7,9,2 Они никто не подозревают, что ее снимают О, хрен! Съемно Сверху 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 Ранили! А там вообще непонятно по второй полосе идёт. Дун, дун, питается ещё мне обогнеть. Вот такие палаты поставили, наверное. Ровить там что-то? А крылья может там спаивают, оптику? А крылья может там спаивают, оптику? Вот эти нережания сейчас хорошо видно, да? Мост наш ремонтирующийся. Слева мы проехали строить арену тренировочную. Якобы за чемпионат мира по хоккею. Перемахнули безнодорожный мост. Уже обнимаем спальный район. Слева Турсенс, справа Танксенс. А дальше будет стало лягно. Блин, вот так классно на своей машине ехать. Тренировочный. Так всё привычно прям. Слушается руля. Отлично. Кнопком, кростиком. Всё так хорошо подчиняется. Без проблем. Ну да, это иноте, бригадный. Почему ты так думаешь, если всё хорошо? Зато как-то таких желающих, наверное, 22-й. Никого, не знаю, хотелось бы. Ну да. Или ты намекаешь, что уйдёт в другой парк? Нет, если 22-й идёт в другой парк, то... Я, наверное, тоже туда уйду. Да туда и большинство идёт. Людей. Только, может быть, в старите останутся в первом парке. Вернее, их оставят. Потому что они привыкли уже. Кто бы с ним нравится, живёт. Но это, по сути, всё равно куда я ехал. Ну, ближе и роднее первые парки. Потому что они привыкли уже. Я вырос рядом. Лазил по миру, когда было мелочи. От сторожа отбегал. Как давно было? Ёлки-палки. 41 раз, больше. И по дизельному, и по РЭСу, и по большевическому. И по мебельному. По коммутатору, он был такой военный. А там всю эту улицу, там это была промышленная улица. Было всё было. Шли пешком номерами. Смотрели в руку. Сколько там станков было. Ёлки-палки. Большевичка. То есть какое предприятие офигенное было. Нас так сейчас заставляет наконечки держать все двери открытые. Я держал. Сейчас я просто не буду снимать телефон со скрина. Поэтому закрою их. Я задал начальнику вопрос. Слушай, а если мне кто-нибудь залезет, сядет, пока тебя нет, и поедет на троллейбусы, то отвечай. По правилам дорожного движения, ты обязан залезать так, чтобы никто другой на твоей машине не поехал. Он говорит, ну раньше же тоже могли попасть. Но вы в одно дело от открытой деревьев, а вы в одно дело на закрытой деревьев. Психологический фактор. Работает? Работает. Что за глухое решение? Вообще не понятно. Это раз. Так, второе, говорю, можно выключать шестьсот и двадцать четыре. Ты ключ забирай с собой. Нормальный ход. У тебя выключили шесть минут. И все, выключил. Потом еще, блин, десять минут будешь все включать обратно. Вообще какие-то порой непонятные действия. Непонятные реальности. Решение. Понятно, что я не придумал. Да, мне вообще кажется, что вот эти вещи, которые, указания, выполняют только первый факт. Я вот не видел, чтобы двадцать седьмой троллейбус, или автобусы, вырубали дизеля свои. Взепника у нас. Чтобы автобусники вырубали свои дизеля, если больше пяти минут стоят. На югле. Только первый факт вырубали. Еще потом начинал палить мозг. Почему не вырубил? А что толку? Вырубил? Потом, блин, сколько было раз, что ты вырубил, а запустить не можешь. Ключи-то новомедиа, и все. Ну, у меня такого не было. Нет, у меня было такое, да, я не мог. Я не мог запустить. Чтобы выехать на эту самую. Пришлось делать, ну, полный старт делать. Это не пять минут. Это, блин. Ну, полный, где-то в районе, там, пятнадцати минут. Ну, можно, конечно, побыстрее. Но одно дело только оборудование. Это, вон, там, есть такой рычаг за рацией. А другое дело, блин, все полностью. Фулы расстали делать. Ну, вот здесь мы сейчас проехали в то место, где авария это была. Кто смотрел тот видос перед этим поворотом. И мне коллега вообще рассказала, так, в которую ехал автобус, рассказала про эту ситуацию, как там было и что было. Оказывается, она ехала и увидела, как в этот бордюр уже улетела одна машина и вторая машина. Вот прямо здесь на повороте уже улетели. Ну, типа она думала, что есть место проехать, и начала немного перестраиваться влево, во вторую полосу для поворота. Там же две полосы. Ее понесло. Она ехала, говорит, вообще там уже пять километров в час, потому что видела, что происходит впереди. Но ее все равно начала носить. Она сумела остановиться, да. Хорошо, там у нее не было, там, по-моему, один или два человека вообще пассажиров было. Вышла из троллейбуса и позвонила диспетчеру. Говорит, что впереди. Одна машина точно уже уехала в бордюр, вторая там где-то тоже, по-моему, что дальше, наверное, поехала в призыв. Диспетчер говорит, а вы можете проехать вообще там между ними? Я говорю, ну и пойду посмотрю. И пошла смотреть. Отошла к троллейбусу буквально там пять-десять метров. В этот момент автобус, автобус ей въехал. Она говорит, я по телефону говорю, блин, у меня автобус уже въехал. А потом вот этот автобус на винках маршрутка въезжает. Она уже диспетчер говорит, там еще маршрутка въехала. А в маршрутку, говорит, еще легковуха. И тогда уже диспетчер говорит, все, водитель, я вас понял, стойте. И положила труп. Вот такая вот ситуация. Я говорю, елки-палки, а если бы ты стояла возле троллейбуса, и он на тебя ударом был бы, да, и он поскользил бы на тебя, потому что очень скользко. Он говорит, да, ну его нафиг. Ну вот такая вот ситуация, ребята, была с этой аварией. То есть она ушла уже смотреть, может ли она там проехать. На остальное посмотрите, кто не видел мой видос. Артур потом, кстати, на этом самом, на ТикТоке, вот тот, который меня сейчас будет менять сюда, он на ТикТоке тоже сделал сюда, там, какое-то видео по поводу этой аварией. Мне кто-то там уже сказал, что то ли 3 тысячи лайков, то ли 30 тысяч. Ну ТикТок я вообще не понимаю, мне не нравится. А как же это я помню? Да. Да. Ну, что ж это не так? Да, ну, что делать помнишь? А так вот так вот так вот так вот, в принципе тоже есть. Сейчас мы греем на кольцо, я скажу обеспечить, что потом приду и подключу Wi-Fi к микрофону, попробую аккуратно подключить, чтобы не трещало подключило. Дома не трещи, проверял там и дергал и все, почему здесь трещит? Единственное, что может трещать, я думаю, что наводки всякие здесь. Электроники куча, электромагнитных полей куча. Эти ребятки один вдруг мы с вами уже проехали. Погода замечательная у нас, замечательная. Это что там такое, блин, это дебилы, блин. Вроде, блин, и бомж, блин, и не алкаш. И не на паперке. Протеняем. Куда ты едешь? Куда ты едешь? На кольцо, похоже. Ползок там настоятельный. Десять минут, девять минут. Ого! Делайте палку. Через меня хочешь проехать? Одинокий мужичок за пятьдесят. Ух, 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 ух. Все, всех привет. Выходят. Ну все, едем к диспетчерству. Десять минут. Две минуты? Так, вот ребята, пятьдесят пять. Стартуем через одиннся минут. Сейчас почитаю ваши комментарии. 18 переставит на дегло, ну, посмотрим, посмотрим. Так, читаю, вырубается из-за тепла. Нет, понимаешь, там нарисованы знаки, чтобы вырубать дизель, потому что жильцы жалуют. И пофиг, никого не парит, тепло не тепло. Поэтому они так. Саня, привет. Поэтому они так это объясняют. Ладно, пока. Все, ребят, не отключайтесь. Я пойду, схожу в диспетчерскую. Еще, сколько там, 46 сейчас. 9 минут есть. Ой. Я пойду. Я пойду. И, если я переставюсь, я mobility вам點 в порядке. Какое имя, я перемещаю. Продолжение следует... 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 О, это наша рация, вот это. Что-то я понять не могу, вы меня слышите, нет, никто ничего не пишет. Ладно, напишу, что звука нет. Ребята, как слышно, прием, скажите, пожалуйста, есть звук или нет звука. Дима тебе остается на 16-м, а мы поедем. Поехали дальше, ребята, на второй кружок. Это там Владос, что ли, за мной? Нет, там какой-то другой чудак. Это автобусник, я думал Владос. Сейчас буду смотреть по этому сигналу. Видите, слышите. Я так понимаю, вы все видите, а вот про слышимость никто ничего не пишет. Так, это мы поехали на седьмой круг. Вернемся и останется только два. как раз к смене готовится. То есть, как я говорил, стрим два круга, да? Да, конечно, дневная картинка, Риги, Плявников. Совершенно. Совершенно. Совершенно другая. Может, никого нет, а может, все уже ушли. на фронт. Как там идет? Антенка немножко. Но обычно, когда звук пропадает, тогда пишут, звука нет. Да, сегодня, конечно, меня запуск выводит. Быстрее уже выйти на эту монетизацию, чтобы давал именно ютубовский вариант вести трансляцию. Это без проблем. Просто нажимаешь на кнопочку, вести трансляцию и все. что делать? Никаких вообще заморочек. С посторонними программами. Слышит, молодой человек, я в следующий раз не возьму такого, как тебе. Ни фига себе, блин. Подошел и остановился. Начал наушники одевать. Слышит. Слышит. Мне по сигналу как будто звук есть. Как на самом деле, я, ребята, не могу определить без вашей помощи. Убрали эту штуку. Убрали эту штуку. Убрали. Скоро. Убрали. Слышит. Курица. Толе. Затем. Затем. Убрали. Курица. Убрали. Затем. Убрали. Пограли. а ну вот спасибо ниночка то никто не говорит всех прошу я уже хотел выключать то есть не надо усиливать не надо уменьшать или главное чтобы это было параметры и треск прошу как-то я что-то может быть неправильно вешал на кофту тогда потому что дома треска никакого нет вообще либо здесь помехи в троллейбусе уже куча электроники магнитных полей немерено на сегодня солнечный день хороший хороший день о уже 12 часов отлично еще три часика ровно три кружка он смотрел как люди в машинах курят не могу понять я даже когда курил я не мог себе позволить в машине курить честно мне не нравилось что пепел падает куда-то на штаны там на коврик одно рукой курить другой нет я бы смог наверно так но и потом машина вся такая прокуренная почувствуется машине курил курил хозяин стар или не курил я и дома даже никогда не курил в квартире на лоджию выходил не мог на кухне в окно покурить пока это было как бы не но общество да как бы не не возмущалась общественность не помимо меня и по поводу меня вернее не возмущался а вообще в общем у нас сейчас тут тоже так вот и не понимал я как можно курить как можно спать в прокуренном вот в море кстати в каюте да можно было курить да там курил но но старался не курить обычно мы курили в море в каюте то когда у нас какие-нибудь посиделки были но она тогда там дым стоял такое что мама не горюй все берется человек 10 и все пыхтят но я помню бывало день рождения свой праздновал первый свой день рождения в море я праздновал в панамском канале вот как сейчас помню панамском канале и был я на руле накрыл стол у себя в каюте и вот механики которым не надо было на вахту мотористы повар там они сидели у меня в каюте а я стоял на руле в этот момент ну вот он когда сменился с вахты я потом к ним присоединился конечно ну недолго там пару часов потом я уже пошел спать на был мой первый день рождения в панамском канале а другой мой день рождения был в панамском канале вообще крутой я по моему весь канал отстоял на руле и тоже в моей каюте был я накрыл большой стол там почти весь экипаж у меня путь собрался кроме вахты в то время когда я там рулил но зато круто было море это было все круто что у нас тут с музыкой жарко уже я еще кофту одевал зачем-то хотел на ней микрофон повесить да и вот не знаю трещит не трещит сейчас я очень стараюсь как-то так аккуратно ну там если трещит вы пишите просто я буду знать когда это точно будут эти магнитные помехи наводки всякого рода не особо хочется второй набор использовать даронин у нас точно весна мы вчера с наташей елки разбирали возле дома потому что уже некрасиво смотрится организатор старший подумал на нарядить я народа всегда собираю а вот как убирать украшение так придумал такую из трех трубок скрутил палку привязал крючок и тогда можно было эти высокие снимать игрушки но в следующем году я уже не буду не лестницу заказывать ничего просто повесим надо маленькие елочки на лежат дом у нас такой интересный а что я хотел сказать у нас опять возобновились эти проблемы с засеклением лоджии балконов теперь они выдумали что будут смотреть на все дома города фотографировать выяснять и заходить домой и разговаривать с жильцами типа на балконе запрещены стеклить нельзя балконы а лоджии можно стеклить но для этого нужно типа решение всех жителей а также заказ заказаны проект ну вообще офигеть делать людям нечего и 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 шла мама на этом села ней там легче сидеть не болит ничего не спина тогда зато ну было как получилось так получилось что поделать я там пытался поворачиваться все время но это типа не от того что я не уважаю зрителя поэтому сижу спиной нет просто по-другому никак а камеру к сожалению я поставил шкаф изначально и звук получился как из шкафа сначала такой глухой противный вот не знаю делать этот видео не делать надо обрабатывать звук хотя бы если получится там одной программой обработать когда буду делать а так не хочу потому что все таки видео самое главное это звук картинка не столь важно как звук сегодня с другом встречаюсь другом детства хочет себе канал завести только я не понял где на youtube или на телеграме чтобы я вам подсказал как это сделать я только не понял на телеграме вообще без проблем только телеграм-канал я даже не могу телеграм-канал это более большим текстовой что ли на нем хорошо продвигать какую-то какие-то видео на других платформ с других платформ на как ютуба но так это тот парень который работает порой на такси я могу и серега блин тебе поставить камеру и стримить это блин жизнь на ютюбе тем более знаю у него язык подвешен конкретно как вот таксист работает взял клиента спросил просто я снимаю на канале вы не против против тогда едешь и молчишь сам просто рассказываешь а сейчас тем более вообще-то легко пассажиры сидят за стеклом за орг с циклом ты же даже их не показываешь ты можешь им задавать вопросы они могут тебе отвечать это есть просто рассказываю где ты едешь всякие истории рассказываешь он такой он ягон серегу я бы пошло вот реально попробую и и и и и и Нам поедем в центр, надо посмотреть обязательно, что там такое было, что там надзирном. Стоит возле греи еще один дятел, стоит качается, как медведь перед берлогом. Прд, это наверное какая-то на английском языке, откуда вы? Ох, грязная машина, елки-калки. У меня, кстати, тоже машина грязная, но у меня сейчас, у меня следующая заправка бесплатная, любая. Надо как-нибудь добраться, а то помоешься, сразу дождь пойдет. Куда они так на красный свет пошли? Нормально так. Замануха. Утром пасмурно. У нас позавчера было солнце, очень хорошая погода, а вчера было пасмурно и ветер. Вот мы вместо того, чтобы позавчера, убирали вчера. Вышли, фу, противно. А сегодня вот такая вот весна. Пятерочка. Пятерочка. Ну вот это наша рация, так работает. Говорят какие-то они, про кого-то говорят, что они едут куда хотят. Ручей. А, вот яич какой-нибудь. Ну, этот светофор не наш. Опа-на. Пронесен. Вот на той стрелке почему-то падают штанги. Ну там, когда на своем троллейбусе не должно быть вообще проблем. Сколько у меня зайчиков сейчас? Ничего не вижу. Как я мечтаю, чтобы быстрее была возможность вести стримы с нормального места. Просто заходишь на YouTube, нажимаешь крестик и все. Выбираешь либо файл добавить, либо, блин, трансляцию создать. Ну и куда ты хочешь ближайше? Объясни мне. Интересный чудак-человек. Да. Аккуратно надо знать. Хотя у меня тоже, помню, как-то один раз две штанги ушли. Ну я был точно. А, вот как раз на том я был, на Янчике. Голова разболелась, действительно точно эти магнитные бури что ли действуют. Кто это у меня едет, все за коллегами. Что за черным? Стал как будто так вообще, он тут родился так. Сейчас будем поворачивать уже на Чака. Тебя сдали мне проехать. Это вообще едет, блин. Парень, лампочки, ключи свои. Кстати, сегодня я включил свой троллейбус. Конечно же, конечно же, мониторы не включились. Но я-то знаю своего парня. Просто маленький restart и все включилось. Даже если бы не включилось, я все равно поехал бы на нем. Потому что я знаю, что где-то через минут 20, все равно все включилось. Поэтому пускайте, кто не знает, отправляют его в ремонт, якобы не работает. А я-то знаю, что заработает. Надо сказать спасибо, потому что, блин, с уважением пропустил. Причем джип. Этот светофор только вечером поздно или рано утром успеваешь на него. ПРД. Так откуда? Сударь. ПРОПОЛЖЕННЫЕ ВОЗГЛИЙМИ СAU СУМИ ПОТОПОЛЖЕННЫЕ ВОЗГЛИЦИ ПОТОПОЛЖЕННЫЕ ВОЗГЛИЦИ он как-то по-разному, в течение дня даже работаю не так типа вечером, а вообще бывает опа-на, квалидатор один что-то дрюканул третий, не второй, а все в порядке подключился обратно, у меня сообщают где вот отключился валидатор блин, мужик, он что, без насколок ходит все вернее без обуви что-ли белые тапки какие-то у него непонятно, так теплее что-ли, целлофаном обмотал какая-то моя сеструха вот там дальше жила а здесь наши друзья с Наташиной в углу на пятом этаже хорошая квартира такая, интересная мне всегда так не нравится, когда кто-то начинает вставать своими кульками, пакетами, ощущение такое, что кто-то упал начинает шоркать ногами, попал по полу, на нем песок так, ну вот приехали здесь стоять мы будем, сейчас дыхну в трубочку голова разболелась сейчас поедем сразу можно ехать да, что-то там знак стоит, что роют, но я не вижу где там роют, где-то за мостом что ли надзывно надзывно он вот заболел еще вот и и и а не совсем жарко, не точно все 全к выключал уже Я сегодня никого не меняю, это, наверное, ты меня меняешь. Артурик, если это ты, то, похоже, ты меня меняешь сегодня, нет? Артурик, если это ты, то, похоже, ты меняешь сегодня. Просто Юра взял выходные два, сегодня и завтра, что-то там мультик. Виквачу надо или что-то такое? Да, я вместо него, поэтому, я так понимаю, ты меня меняешь, нет? Виквачу. 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 Там Артурик, если ты анонс посмотрел бы вчерашний... Там, я говорил, что 22, пятая карта у меня сегодня. Продолжение следует... Ну, так я и говорю, Артур, посмотри, анонс увидишь. Ты Юру должен был менять. У него выходные два он взял. К врачу, по-моему, надо. Сегодня и завтра я 22, пятая. Ну, не знаю, завтра какая вообще-то у меня карта. Я знаю, потому что... Ну, два раза за него. Надо посмотреть. Кстати, в Норико. Не помню, куда ему надо. Наверное, сам не знает, куда ему надо. Это право или влево. Интернет-телевидение. Не знаю, кто это, Пронет пошел. По виду мой мастер Турик. Посмотри внимательно, как называется... Тепр... Один, семь, девять, два, один. Мой красавец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 скоро саша никитин будет на разводить про тюльпаны говорить да но меняем направление на валидаторе три машины это много будет задержка шую даже больше три раз два три четыре пять поэтому по второй полосе пойдем сколько мне тут сейчас стоять 149 11 минут через буквально минуту-две мы завершаем наш репортаж спасибо заходите мне весело и вам вроде не скучно пообщаться артур тоже почаще заходи на стримы как минимум посмотришь на погоду следующий стрим я не знаю когда будет либо понедельник либо если какой-то маршрут мне дадут интересный в среду скажем среда 45 я не знаю где я буду и что я буду тогда посмотрим ну а так принципе в планах о юра гурецкий пришел ты бы стрим смотрел как как а а ясно как дела ты куда и ну давай садись прокатим прокатимся не боишься как я говорю я говорю выборы в америке завершились коронавирус должен отступить но не приду сейчас он идет он идет на ютубе ну да я буду завершать так что учти я